МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускные в школах и детсадах Красноярска пройдут без родителей. Это сообщили в Управлении образования. Причина – коронавирусные ограничения. Вместо этого будут организованы онлайн-трансляции, так что плакать мамам и папам под песню «Куда уходит детство?» придется перед монитором. Здравствуйте! В прямом эфире новости Прима. Это Давид Абаджан. Главным темам дня. Новый разлив дизеля на Таймыре. В Норильской топливной компании протекает резервуар с 20 тысячами тонн солярки. Сразу две аварии с рейсовыми автобусами на трассе. Пострадали 19 человек. Центральную набережную топит. Уровень воды в Енисеи близок к критическому. В Красноярске выключают отопление и горячую воду. Покажем график на сезон. В Дудинке вновь произошел разлив дизеля. На ТЭЦ-3 вытекает солярка из резервуара объемом 20 тысяч кубометров. В МЧС сообщили, что разлилось 200 литров на площади в 30 квадратных метров. Топливо капает со дна цистерны, которая установлена на сваях. Ликвидацией ЧП занимается оперативная группа пожарно-спасательной части. Место протекания обработали сорбентом, а топливо перекачивают в резервные емкости. ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании Норникеля. В мае прошлого года именно на ней произошел крупнейший в истории Заполярья разлив дизельного топлива. Лопнул резервуар в землю и местной реке. Попало 21 тысяча тонн дизеля. После суда компания выплатила 146 миллиардов рублей возмещения вреда окружающей среде. На этот раз в Норникеле заявили, что угрозы загрязнения природы нет. По их версии объем утечки всего лишь 20 литров. А в Росприроднадзоре объявили, что причина в коррозии емкости. Водитель маршрутки выехал навстречу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Пострадали около 10 человек. ТТП произошло утром на выезде из Сосновоборска. Микроавтобус 130 маршрута вез в Красноярск 8 пассажиров. Все они получили травмы. На скорой их увезли в больницу. Также пострадал водитель грузовика. Из-за аварии проехать по трассе было сложно. Предварительная причина устанавливается. Как поясняет водитель, отвлекся от управления транспортным средством. И так же, что выезд на встречную полосу. На месте сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. За выходные в крае произошло еще несколько крупных аварий. 10 человек получили травмы недалеко от Шушенского. Там заказной микроавтобус на трассе столкнулся с легковушкой. По предварительной информации, 20-летний водитель Ниссана не справился с управлением и врезался в газель. На правом берегу Красноярска навстречу вылетел водитель Тойоты и столкнулся с УАЗиком. От бокового удара иномарку Смяло погибли его водитель и пассажир. Ну а водителю, который сбил 6-летнего ребенка, во дворе грозит до двух лет тюрьмы. Следователи сегодня возбудили против него уголовное дело. Авария произошла в микрорайоне Преображенский в пятницу. На кадрах с уличной камерой видно. Мать с двумя детьми выходит из подъезда и старший сразу выбегает на дорогу из-за припаркованных авто. Ребенок получил серьезные травмы, ему сделали операцию. Кто виноват в ДТП, теперь выясняют следователи и эксперты. На сейчас еще 5 новостей коротко. Енисей вышел из берегов и частично подтопил Левобережную набережную. Вода разлилась на пешеходной дорожке между Вантовым мостом и музейным центром Площадь мира. Около острова Татышев уже затоплены островки, которые были видны еще две недели назад. В МЧС предупредили, из-за предстоящих дождей возможен резкий подъем уровня воды, затопление низин и участков дорог. В последний раз река выходила из берегов в городе 10 лет назад. Жителей дома на Норильской напугал залитый кровью подъезд. Видео выложили в сеть жильцы. В комментариях люди начали делиться историями о постоянных потасовках и вечеринках в доме. Люди подозревали, что произошла поножовщина. Но после проверки полиции выяснилось, это пьяный сосед порезался об осколок унитаза и поранил ступню. Как унитаз оказался в подъезде, не уточняется. От помощи врачей мужчина отказался. Заместитель гендиректора Краскома идет в суд по делу о подкупе. Речь идет о Геннадии Кадышкине. По версии следствия, через посредников он получил от бизнесмена больше 2 миллионов рублей за ускоренное подключение к сетям Краскома. Имущество их заместителя более чем на 39 миллионов рублей арестовали, а дело направили в суд. 12 незаконных мигрантов поймали в теплицах под Красноярском. Полицейские устроили рейд в Емельяновском районе. Документы проверили у 89 иностранцев. По 6 беженцев из Узбекистана и Китая находятся в России незаконно. На них составили протоколы за работу без разрешения. Одного из мигрантов депортируют на родину по решению суда. На работодателя и собственника земли полицейские составили 12 административных протоколов. Почти полторы тысячи человек пострадали от укусов клещей в крае за прошедшую неделю. 337 из них дети. Клещевой энцефалит подтвердился у 11 человек, 9 из них жители Красноярска. В Роспотребнадзоре отметили, чаще всего у исследованных в лаборатории членистоногих выявляют боррелиоз. В Красноярске проходят общественные слушания по изменению генплана города. Ждать ли новых строек на месте парков и скверов, расскажем далее в выпуске. Отопительный сезон в Красноярске завершился. Сегодня батареи в домах начнут остывать. Одновременно начинаются ежегодные ремонты и испытания на сетях. Первыми без горячей воды с 17 мая на 10 дней остаются жители Ленинского, большей части Кировского и Советского районов, а также часть Покровки и Железнодорожного района. С 31 мая отключения ждут мясокомбинаты и улицу Норильскую. С 15 июня горячее водоснабжение исчезнет в части Центрального и почти во всем Советском районе. А с 5 мая воды не будет в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном и Свердловском районах. Зеленую рощу отключат 20 июля, а с 30 числа горячей воды не будет на Бугаче, Ботаническом, Попово, Тотмина и Калинина. Онлайн-голосование за общественные пространства города и региона закончится через две недели. Свой выбор за парки, набережные, скверы у дома уже сделали больше 115 тысяч человек. Проголосовать можно не только онлайн, но и во время прогулки. Как это сделать, расскажем в следующем сюжете. В благоустройстве и строительстве набережной мы ее ждали 46 лет. На этом месте должны были стоять 16 этажки. Почти полвека ждали набережную и много лет боролись за свой район Вера Федоровна и Галина Николаевна. На этом месте, говорят соседки, в 2011 году могли появиться высотки. Но зону отдыха удалось отстоять в нелегком бою. Зачем жители добились и благоустройства? Теперь помогают улучшать весь район. У нас в районе осталось, в сторону Пашинова, остался сквер Полтавский. Там будут сносить дома. Вот они поддерживали нас. Поэтому сейчас поддерживаем мы их. Голосовала я по набережной гуляла. И здесь работали волонтеры, и они мне помогли. То есть я с их помощью и проголосовала. Волонтеров можно застать в любом общественном месте города. Помогать с голосованием на улице края вышли более 300 инициативных горожан. Помогут зарегистрироваться и ответят на все вопросы и на горячей линии. В Павловском районе есть сквер по улице Александра Матросова. Вы можете выбрать для себя какой-то сквер и проголосовать. Сейчас в голосовании лидирует тот самый сквер на Полтавской. За него проголосовали уже больше 10 тысяч человек. Это место тоже могли застроить, но администрация помогла жителям отвоевать эту землю. И теперь дело за выбором людей. Губернатор края Александр Рус призвал жителей голосовать на сайте 24городсреда.ру. Мы должны точно понимать, что те пространства, которые делаются в городе, или в крае, или в селах, они точно сделаны по запросу людей. Люди наконец поняли, что их голос действительно имеет значение. Что это не просто некая формальность, когда можно ничего не делать и пространство появится. Нет. Здесь прямое условие, самое главное условие, что пространство будет модернизировано, улучшено, благоустроено, реконструировано только в том случае, если за него проголосовали люди. За три недели за свои общественные пространства проголосовали уже 115 тысяч человек. Больше всего голосов набрали скверы на Полтавской, Робеспьера, Павлова, набережная Качи и вторая часть правобережной набережной. УДК 1 мая. Закончится голосование 30 мая, но даже если в этом году ваш сквер у дома не попадет в список, не расстраивайтесь. Программу формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» продлили до 2030 года. А пока в городе начали ремонт объектов прошлогоднего голосования. Так, работы начались на площади имени Свердлова. За нее красноярцы отдали наибольшее количество голосов. Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима. В Крае впервые за долгое время зафиксировано меньше 100 заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 99 случаев. 39 из них в Красноярске. Количество умерших тоже снизилось. Скончались 4 человека. Выздоровели 100 жителей Края. Далее один рекламный ролик. Оставайтесь с нами. Почему вода мокрая? Как научиться лотковая дать с рыбками? А снег это лед и мороженое? С детьми мы заново познаем этот мир и делаем его чуть-чуть лучше. Барбарис. Семейный квартал в Покровке. Ат Арбан. Зрелищные поединки в битве на Енисеи. Мотивационное шоу 2 Владислава Демина. Мастер-классы по разным видам единоборств. В городе прошел форум боевые искусства для всех и каждого. Чем он запомнился красноярцам, расскажет Евгений Шиповский. Призеры, победители всероссийских и международных соревнований по боевым искусствам встретились на ринге битвы на Енисею. Семь поединков по ММА, кикбоксингу, карате вызвали бурю эмоций у зрителей. Бойцы выкладывались на всю, а победителям вручали почетный пояс и кубок. Сейчас занимаюсь тренерской деятельностью. Тренирую, воспитываю. Ну и вышел, чтобы придать молодому поколению мотивацию, чтобы они все равно уравнялись, что даже старший возраст еще может выступать и стремиться к победам. Самое главное, чтобы создать мотивацию молодому поколению, кого я тренирую. В поединках участвовали иностранные спортсмены. Виктору Нунесу из Бразилии победу одержать не удалось, но турниром и форумом он остался доволен. Поздравляю своего соперника. У него тоже был отличный бой. Это классно, что такие яркие события проводятся в городе. Чтобы люди поняли, что такое на самом деле боевые искусства. Чтобы люди оценили, им было интересно наблюдать за тем, что происходит. Битва на Енисеи – это только часть программы форума «Боевые искусства для всех и каждого». В течение двух дней на площадках проходили различные мастер-классы по единоборствам. Гости соревновались в армрестлинге, поднимали гири и штанги, участвовали в боях на игровых приставках, устраивали битвы роботов. 14 федераций и секций по кудо, айкидо, карате, ММА и другим видам боевых искусств представили свою деятельность. А каждый желающий мог тут же записаться на первый пробный урок. Форум, конечно, нужен, да, и детей нужно водить, то есть, ну, показывать, смотреть самим. Вот ему очень интересно было посмотреть мастер-классы по самбо, на соседнем татаме по карате было. То есть, как бы, присматривается, может быть, пойдет на тренировки. Я считаю, прежде всего, родители ответственны на данном этапе развития за ребенка. А дальше уже ребенок выберет. Я считаю, что он именно выберет спорт. Ну, вот вы пришли с малышом. Малыш, у вас будет чем-то заниматься? Обязательно. А чем? Кудо, как и его брат старший и папа. Снавия, озарение, талант, успех – все это вокруг вас. Жизнь, которая вы греетесь, существует прямо здесь и прямо сейчас. Завершился форум еще одним ярким событием – премьерой мотивационного шоу «Два». Актер и мастер боевых искусств Владислав Демин в своем зрелищном представлении рассказал о том, что успех – это дело только каждого из нас. К слову, именно боевые искусства стали мотивацией для актеров достижения своих целей. Евгений Шиповский, Сергей Польшаков, Новости Прима. Им еще нет 25-ти, а их идеи уже могут стать законопроектами. Речь о молодежном парламенте края. Какие нововведения они предлагают и что из этого может превратиться в жизнь? Сюжете далее. Спикеров, экспертов приглашать уже федерального до уровня. Идеями со спикером законодательного собрания Дмитрием Свиридовым делятся представители молодежного парламента края. Они предлагают разные проекты, которые рассмотрят старшие коллеги. Недавно парламент побывал на первом для региона форуме «Молодежь Севера». Речь там шла, естественно, о делах местного населения. Например, о реализации туристического проекта, который предполагает развитие северных территорий Красноярия. Ребята действительно предлагали уникальные наглядные проекты, прям разрисовывали свои экологические маршруты. И в основном идеи были о том, что нужно познавать культуру коренных народов, с ними проходить образовательные программы, привлекать иностранных туристов. И деньги от туристов как раз должны будут финансировать именно развитие северных территорий. И молодежь – это такая лакмусовая бумажка. Если они видят проблемы в туризме, значит, скорее всего, она есть. Потому что они, ну, скажем так, в хорошем смысле, как муравьишки, везде ходят и все смотрят. То есть здесь давать инструменты развития того же предпринимательства. Была идея у нас, опять же, от молодежи это пошло, что вот у нас мало кафе, открытых летом. И была идея открыть, как в Красноярске, это для нас норма, а там удивительно передвижное кафе. Чтобы там кофе наливали, там, как у нас представители говорили, булочки раздавали, чтобы это как-то все работало. Спикер Краевого парламента Дмитрий Свиридов вовлечен в деятельность молодежного парламента. Это стратегический резерв для российского парламентаризма. От их активной гражданской позиции, знаний и умений зависит будущее страны, говорят депутаты. Идеи молодежи интересны их старшим коллегам. Вот сегодня, например, звучали очень интересные предложения о предоставлении возможностей, например, дистанционной сдачи вступительных испытаний, например, для тех молодых людей, которые живут в поселках на Таймы. Увесное предложение, мне кажется, с ним стоит поработать как представителям Министерства профильного, так и представителям нашего парламента, так же и молодежного парламента. Поэтому у нас есть масса тем, которые мы себе обозначили как перспективные, для того, чтобы мы с ними и работали, и обсуждали, и принимали решения, которые позволят решить те или иные задачи. В свою очередь представители молодежного парламента отметили, что такие визиты их стимулируют. Такие встречи с старшими коллегами, как Дмитрий Викторович, как с депутатами законодательного собрания, они нам всегда помогают, так скажем, дать дальнейшего развития тех идей, проектов, которые, так скажем, нам накидали молодые ребята с севера. Ну, мы услышали их идеи, нужно уже пора приступать к реализации. Молодежный парламент при законодательном собрании Краснодарского края образован в 2008 году. Сейчас он состоит из 52 человек. Орган помогает вовлекать молодежь в управление регионом. Инициативы молодежного парламента края находят отклик в законодательном собрании. В Краснодарском крае идет подготовка к выборам Госдуму и законодательное собрание. Повлиять на будущие партийные списки избиратели могут уже сейчас. В сюжете далее о том, как и зачем поддерживать кандидатов. Сначала они помогали докторам и жителям, чем могли. Теперь волонтеры-медики среди тех, кто идет в кандидаты на выборы. Когда тяжелый год пандемии остался позади, а в медицине стало чуть спокойнее, они поняли, что должны сделать больше. Алена Миронова – координатор движения «У нас в крае». Рассказывает, ее соратники по всей стране решили, что будут пробовать свои силы во власти. Пока они зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России». Большинство из нас достаточно уже знания в той части отрасли, в которой мы работаем. И точно в регионе у себя каждый из нас мог бы быть для своих жителей, проживающих на территории, полезен. Она сама после тяжелой аварии на коляске сражается за новые возможности для инвалидов в городе. Тем и приобрела популярность в Красноярске. Наталья Коптелинина – действующий депутат городского совета. На предварительном голосовании она попробует набрать голоса для выдвижения в Государственную думу. Говорит, в Красноярске, конечно, еще работать и работать. Но если земляки поддержат, выставят свою кандидатуру на федеральный уровень. Доступная среда касается каждой семьи. Нельзя говорить, что она делается для инвалидов. Потому что, опять же, наши пожилые мамы, они спотыкаются в эти бордюры. Наши мамы с колясками, пока наши взрослые, сильные мужчины работают, они таскают этих детей по этим дорогам. Поэтому мы должны сейчас создавать на уровне вообще федерации понятие, что среда должна быть универсальной, комфортной для всех. Для меня это возможность лишний раз каждому донести о проблемах, про которые, возможно, забывают. В праймере с «Единой России» почти пять сотен кандидатов со всех уголков края. Есть состоявшиеся депутаты, новички, а есть люди, впервые выступающие от лица партии. Например, зарегистрировался Илья Зайцев. Он депутат, хорошо известный в городе, но раньше избирался в законодательное собрание независимым кандидатом. Теперь выступит вместе с командой единомышленников из «Единой России». Для начала кандидату любому, в том числе и Илье Зайцеву, нужно победить на предварительном партийном голосовании. Я, кстати, уверен, что его поддержка среди избирателей достаточно высокая. Кто покажет лучший результат, тот и будет выдвинуть партии. В данном случае на выборы в Государственную Думу и законодательное собрание края. В этом году процедура предварительного голосования впервые пройдет полностью онлайн. У каждого кандидата в кандидаты есть свой виртуальный кабинет с обращениями к избирателю. А у каждого жителя право и возможность сформировать избирательные бюллетени на осеннем голосовании. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru и с 24 по 30 мая сделать свой выбор. Продолжение следует...